Православным страницам истории Египта и современной христианской культуре этой страны была посвящена экспозиция, прошедшая в Центральном выставочном центре Манеша, российской столицы. Мероприятие в День Египта на выставке «Россия в Святой Земле» посетила Татьяна Синельникова. Выступая за круглым столом, посол Египта в России шутливо посетовал, что ощущает себя здесь послом только Хургады и Шарм-эль-Шейха. Действительно, отдыхая на египетских пляжах Красного и Средиземного морей, осматривая памятники дохристианской истории, туристы часто забывают о важнейших библейских событиях, связанных с этой страной. Явить христианский лик Египта – цель экспозиции и мероприятий, подготовленных на выставке в Манеже. Фотовыставка отражает достопримечательность религиозной христианской, что связано с христианскими храмами в Египте, в разных местах Египта. И постоянно идет видеофильм о монастыре Святого Антония, который находится по дороге от Каира в Хургаду. И разнообразные еще фотографии – храм Святой Екатерины, полуостров Синай, гора Муси, полуостров Синай и еще другие по территории всего Египта. Кроме фото и книжной выставки, в египетском павильоне представлены образцы скульптуры разных эпох. Все эти артефакты древней культуры мирно соседствуют вместе, символизируя открытость Египта религием мира. Кстати, именно здесь возник и такой феномен, как монашество. Кроме того, святое семейство посещало Египту, и она проходила в Египте очень долгое время. И это для нас является очень… мы гордимся в Египте и мусульмане, и христиане. Тот факт, что у нас святое семейство было на территории Египта. После проведения круглого стола, на котором дипломаты, ученые, исследователи египетской истории и культуры, священники Копской православной церкви выступали с докладами о вчерашнем и сегодняшнем дне Египта, состоялся концерт музыкантов, исполнителей копских православных гимнов. Субтитры создавал DimaTorzok